Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Агропромышленный холдинг «Дороничи». «Особое мнение» на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Напротив меня Роман Титов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Роман, добрый день. И снова здравствуйте. Давно не слышались, давно не виделись. Рад быть здесь, прямо в конце летнего садово-огородного сезона. Какой замечательный у нас появился спонсор. Сейчас я это отметила. Как раз в обеденное время. Но у нас нет продукции спонсора на столе. Мы с кофе. Напоминаю, что на сайте хакирова.ру Есть всегда возможность задать вопрос нашему гостю. Мы выкладываем накануне его прихода анонс. И вот Галина задает следующий тебе вопрос. Когда, наконец, УНФ донесет до главной власти, что деревня должна жить и не влачить жалкое существование? Со времен советской власти не строятся новые дороги. Да и старые не содержатся как следует. Больницы закрыты, клубы не ремонтируются и так далее. У руля в поселениях Ореческого района в основном женщины. Все налоги наверх. А что внизу? Вопрос такой риторический. Я, честно говоря, здесь могу сказать, что вопросами села и донесением этих проблем мы занимаемся. И занимаемся решением малых проблем. Знаете, такая политика малых дел. Лучше сделать что-то малое, но сделай, чем постараться замахнуться на что-то большое. Это не сделать. Сейчас занимаемся ситуацией возврата нормального автобусного, автомобильного сообщения с одним из поселений в Афанасьевском районе, потому что там... Какое это поселение? Просто не помню точно наименование. Они находятся достаточно далеко от райцентра. Лесовозами была разбита дорога. Жители прислали нам фотографии совершенно вопиющие. То есть к ним не могла проехать просто скорая помощь, потому что лесовоз — это Урал, а скорая помощь — это Буханка. Там просто Буханка по шее утонет в этих колеях. Обратились к властям, реакция была такая формальная. Начали действовать через ГИБДД. ГИБДД отнеслось неформально к этой истории. Выехали на место, все зафиксировали. И теперь, я думаю, в районном бюджете деньги на то, чтобы дорогу вернуть, они найдутся. К сожалению, таких ситуаций очень много. И на их решение немало времени, немало переписки уходит. Но решаем, стараемся. Проблемы понимаем, потому что по селам ездим и видим, как оттуда уходит жизнь. Постепенно уходят банкоматы. Там тоже занимались вопросом возврата банкоматов в пункты, где просто люди получают деньги и зарплату на карточки. А для того, чтобы снять, приходится ездить в райцентр. Сбербанк ссылается, что вот у вашего администрации поселковой стоит банкомат, точнее, мобильный терминал для платежей. Выясняется, что администрация за интернет давно не платила, поэтому платежей никаких нет. Но Сбербанк сейчас пошел навстречу. Он запустил так называемый передвижной банк. То есть это машина с монтированным банкоматом, защищенная, которая приезжает в эти села и позволяет людям хоть как-то обслуживать свои нужды. До села-то доезжает? Доезжает. Там специально подготовленная машина. Поэтому будем стараться доносить, но и политику малых дел мы тоже не отменяем. У нас сегодня будут и те дела, которые уже находятся в текущей работе Общероссийского народного фронта, регионального отделения, и те, что только что поступили в разработку. Ну и хотелось бы успеть некоторые другие новости, которые нам жизнь подбрасывает, с тобой обсудить. Уже не как с членом регионального отделения, а как с журналистом, просто с человеком. Но, тем не менее, начнем все-таки с дел ОНФ. Потому что буквально вчера ты был на собрании жильцов аварийного дома в Ленгасово, того самого дома, да? Того самого. Я только хотел бы уточнить. Уточнить статус «Новый аварийный дом» — это так называемый общественный статус. Конечно, дом сдан в эксплуатацию. Конечно, он никем не признан аварийным, кроме наших экспертов. То есть эта информация вешивается официально на сайте народной экспертизы. Это дочерний проект ОНФ. И эту информацию берут в работу. Взяли в работу, точнее, уже Фонд содействия реформирования ЖКХ, который осуществляет финансирование и контроль федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья и Генеральная прокуратура. Ну, я сейчас напомню, что это за дом. В поселке Ленгасово был построен новый дом по программе переселения из ветхого жилья. И этот дом все время у него в подвале заливалась вода. Строители, которые возводили дом, говорили, при разговоре с вами докладывали, что уже на стадии закладки фундамента там били ключи. Правда, после были комментарии мэрии Кирова и следующего содержания. Жильцам дома в Ленгасово ничто не угрожает. Вода в подвале появилась из-за того, что дом располагается в низине, на водонасыщенных грунтах. После обнаружения проблемы подрядчик поднял пол подполья почти на 2 метра. Да, 1 метр 70 сантиметров. Ну и вот, теперь, наверное, хорошо. Проблема решена. Нет? Ну, я когда увидел эту информацию, честно говоря, вообще растерялся. То есть мы выезжали на объект с тремя телевизионными группами, которые засняли вот эти вот потоки, льющиеся по подвалу. Выясняется, что там вроде бы как ничего нет. Ну, мы предпочитаем опираться все же на документы. Вот у меня есть официальное письмо из департамента строительства Кировской области, как раз в фонд содействия реформирования ЖКХ в госкорпорацию, где написано, в ходе проверки установлены следы подтопления подвала дома по причине выявления грунтового входа вследствие ошибок при проведении изыскательских работ и проектировании проекта. То есть ошибки были, и область подтверждает, потому что именно областная администрация, областное министерство курирует реализацию этого проекта на территории Кировской области. Вопрос системный, на самом деле, потому что часто муниципалитеты, как вот конечные инстанции, которые контролируют строительство, они этой функцией пренебрегают. Мы выезжали в этом году в Стрижи, где по дому тоже были нарекания, но там совместно с Кузнецовым Алексеем Борисовичем нам удалось так или иначе немалую долю претензий граждан снять. Кузнецов Алексей Борисович? Это как раз у нас замгубернатора, который курирует вопрос строительства из ЖКХ. В ходе этой же проверки мы зафиксировали нарушение в доме в Красной Поляне, далекий Вятскополянский район, где свежий, новенький, сданный в конце прошлого года дом, одноэтажный, правда, он начал тихонечко разрушаться. То есть список нарушений на полстраничке в Ордовском листе. Сейчас областное правительство выдало предписание главе администрации района с целью контролировать устранение этих недостатков. И вот у нас Ленгасово. Там вопрос системный, потому что, понимаете, воду, которая идет из земли, ее можно как угодно назвать родниками, близколежащими грунтовыми водами. Да как угодно назовите, она идет. И мы вчера там лишний раз собрали, было порядка 15 жильцов дома. А люди там живут? Люди живут, но живут не все. Я думаю, квартир 7-8, я сегодня посмотрел по авито, на продажу находятся. То есть люди не готовы просто там жить. А там 49 квартир, если не ошибаюсь. Люди говорят, что да, они заехали зимой, было все нормально. Как только началась весна, начали бить вот эти вот ключи, которые проснулись. Ну, зеркало пруда просто разморозилось рядом, там вода вышла на уровень подвала и понеслось. Мы вчера обследовали подвал, где подрядчик проводит работы. Подвал теперь представляет собой такой бетонный желоб. Вот от краев здания к центру, к центральному техническому коридору все забетонировано под углом. И предполагается, что... Ну, сложно предположить, что строители верят, что бетон поможет воду задержать, потому что иначе зачем бы делать этот желоб. Но предполагается, что теперь вода, проникнув в помещение, будет стекать по желобу в специальную комнату, откуда она будет откачиваться. Вопрос в том, первое, кто виноват. Потому что вот так просто потратить федеральные деньги, областные деньги, муниципальные деньги, чтобы никто за это не ответил, ну, так быть не должно. То есть тут вопрос ведь не в том, что кто-то должен быть наказан просто из принципа. Нет, чтобы неповадно было в дальнейшем, так криво тратить деньги. Второе, что делать, помогут ли работы, проведенные подрядчиком, мы посмотрим. Потому что вчера, несмотря на то, что накануне, то есть позавчера подвал сушили, ставили тепловые пушки, влага в подвале уже появлялась. Пусть не в прежних объемах, но она была. И мы вчера прошли по квартирам жильцов. Записали контакты, телефоны. Во многих квартирах избыточная влажность, в некоторых квартирах плесень. И, понимаете, там такие мелочи не сделаны, как, к примеру, есть особенности в пластиковых окнах. В них надо делать либо микровентиляцию, либо вентиляция в доме работает только, когда окна откроешь. Застройщики обычно это объясняют людям. Здесь никто ничего не объяснил. В итоге у людей грибок, а они понять не могут, откуда. Так они из дома уходят, окно закрыли, и вентиляции в квартире нет. Проверяется очень просто. Листочек прикладывается к вентиляции и смотрит. С этим домом ситуация, даже если с подвалом все нормально, она не закончена. То есть надо смотреть в дальнейшем, как себя будут вести эти грунтовые воды. И надо точно предпринимать что-то на федеральном уровне для того, чтобы малоэтажка, а это малоэтажный жилой дом, она снова вошла в зону государственного регулирования. Потому что на сегодня малоэтажка. Это вот тебе не надо согласовать проект, не надо стоять в СРО для того, чтобы строить. Ты выходишь за рамки стройнадзора. Это вопрос серьезный. Можно подумать, что у нас стройнадзор работает эффективно. Понимаете, это хотя бы контур контроля какой-то. Мень, министр, обещал в апреле этого года, 15 апреля, обещал, что вроде бы к осени они малоэтажку введут снова в зону такого жесткого регулирования. Пока не ввели. У нас федеральная рабочая группа соответствующие предложения направляла, и вот буквально там недавно было заседание рабочей группы, 25 августа, там ВНФ считает, что необходима госэкспертиза проектной документации малоэтажных домов. Потому что дом в Ленгасово, проектная документация разработана в Твери, если не ошибаюсь, с учетом или без учета северности нашего района и особенностей грунтов, не знаю, ни с кем не согласовывалась, нате строить. Здесь меньше всего вопросов, на самом деле, к застройщику, потому что компания, а, уважаемая, б, она строит четко по проекту. Я не знаю, на мой взгляд, как раз это неправильно, потому что добросовест, мне кажется, строитель должен был на стадии закладки фундамента предупредить. Здесь есть заказчик, это МУП, УКС, муниципальная интернет-5, управление капитального строительства. Он заказывает проект, он осуществляет надзор. Понятно, что согласно законодательству и всем процедурам, да, но ты знаешь, я тебе хочу что сказать. Если бы люди добросовестно относились к своей работе на каждом этапе, то строители должны были об этом сообщить. Возможно. Во всяком случае, в разговорах с нами строители не стеснялись говорить... Ругались. Ругались, не стеснялись говорить то, как стоит все на самом деле. И не только с этим домом. Откровенно, скажем так. Нашли уже человека, который должен ответить за это безобразие? Пока нет. Проверку ведет прокуратура по поручению генеральной прокуратуры, поэтому, я думаю, тут сложнее будет идти к ответственности. Что теперь делать? Они живут в условиях, которые угрожают их здоровью и жизни. Потому что плесень, грибок — это заболевание. Мы обратимся... Вот вчера мы зафиксировали все эти нарушения. Во-первых, мы материалы эти передадим в прокуратуру. Во-вторых, обратимся в Роспотребнадзор для того, чтобы провести просто экспертизу соблюдения санпинов в этом здании. Ну, слушайте, мы заходим в комнаты, там на потолках сидит огромное количество комаров, которые... Они не с улицы залетели, они вылупились. Вот здесь вот люди говорят, из вентиляции просто их выдувает. Клопы прыгают. Я, честно говоря, первый раз в жизни клопа увидел. И это причинь большого блажда. 21 век. Клесень, 21 век. Очень бы хотелось, чтобы таких проектов, таких, точнее, домов просто больше не было. В Кировской области деньги федеральные, деньги на вес золота сегодня, и лучше давайте мы строить будем на них хорошее жилье. Причем, вот так-то ходишь, дом-то нормальный. Если бы нормально сделали фундамент, ну, вообще без вопросов, там очень удобная конфигурация. Люди квартирами-то, вот внешние квадратуры-то довольны. Ты понимаешь, что, да, ты правильно сказал, что системная эта проблема, потому что на всех этапах строительства этого дома никто не контролировал. Просто забили. Просто все равно. Деньги освоили, дом поставили. Либо забили, либо недоконтролировали, недобдели. Гнали сроки. Вот есть такой термин. Если бы это был один случай, да? Сколько времени потребуется, как ты считаешь, на расследование, и когда мы сможем услышать там фамилии ответственных людей и принятые решения? Я думаю, в сентябре мы уже узнаем. У меня есть, кроме того, там план, график устранения нарушений по объекту, подготовлен подрядчиком. Завтра на объект выйдет комиссия по итогам реализации вот этого плана, межведомственная там муниципалитет, прокуратура, и прочее, прочее. А люди-то вынуждены там жить в любом случае сейчас. Куда они денутся? Многие квартиры еще приватизировали. Им теперь сложно отказаться расторгнуть договора социального найма, потому что вот они так живут. Будем следить за ситуацией. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение члена регионального штаба ОНФ Романа Титова. Следующая история тоже не менее красочная. Мы говорили до эфира с тобой. Я считаю, она, безусловно, достойна того, чтобы ее озвучить. Она связана с установленными границами исторического поселения в нашем дорогом и славном городе Кирове. Что называется, дождались или не знаю, за что боролись, на то и напоролись. Границы есть, да? Вроде бы хорошо, исторические здания, которые туда попали, теперь защищены. Но оказалось, что возникла некая коллизия, в результате которой люди, живущие в этих исторических зданиях, теперь страдают. Ну, скажем так, вот проект, а теперь уже не проект, а фактически вступивший в силу нормативка по историческому поселению. Это такие, знаете, сливки на торте, а торт, он пекся слоями достаточно давно. То есть в 2010 году ряд домов исторических на территории города Кирова и области были признаны выявленными объектами культурного наследия. В список этих выявленных попали, к примеру, и завод Физприбор, который сегодня восстанавливается, и кинотеатр Победа. И мы точно знаем два дома на улице Ленина. Это один дом Ленина, 41, второй чуть поближе к центру, дом Яськовый, так называемый, он на углу Степана Халтурина находится. Что после этого должен был бы сделать департамент культуры? Он должен был бы провести изыскание, историко-культурный экспертиз, для того, чтобы установить вот эти вот дома, которые введены в список выявленных, они являются объектами или не являются? Если являются, ставим на учет, берем под охрану, и действуем, не являются, выводим из реестра и делаем с ними, что хотим. В итоге что получается? С 2010 года никаких телодвижений по этим двум конкретным домам, по Ленину, просто не происходило. То есть дома выявлены, они попадают под ограничение 73-го ФЗ, то есть их нельзя сносить. Но они же выявлены, но еще непонятно, объект или не объект. Но находятся под защитой так же, как и объект. Да, дома, вот на Ленина, 41 дом аварийный, люди, которые в нем проживают, достаточно много семей, они прошли все круги ада, и в конце прошлого года они, заплатив там немало денег за экспертизы, получили на руки документ о том, что их дом признан аварийным, износ всех конструкций абсолютно, восстановлению и капитальному ремонту дом не подлежит. Но в этом году... Это была строительная экспертиза? Это была специализированная экспертиза, и был акт комиссии городской, муниципальной о том, что дом подлежит сносу. Реконструкция, реставрация, капремонт просто не подлежит. Но в итоге оказалось, что у нас же единого реестра нету этих выявленных объектов культурного наследия, который был бы вообще доступен, по которому все проверить можно. В мае чиновники вдруг обнаруживают, что сносить-то дом нельзя, он же у нас объект. И отзывают свое же решение комиссионное о признании дома аварийным, подлежащим к капремонту. Только мы начинаем предпринимать какие-то телодвижения для того, чтобы вообще решить, он выявлен, что с ним дальше будем делать, сверху накладывается вот этот слой сливочек, то есть это наше с вами историческое поселение. То есть теперь этот дом, он значится на карте исторического поселения, он не просто выявлен, а он еще в одном нормативном акте проходит. Все при этом, что делать с ним дальше, непонятно. Вот коллизия в чем? Он признан аварийным точно, то есть с его износом в 70-80% по основным конструкциям ничего не произошло за последние полгода. Но в мае выяснили, что будем ремонтировать. Значит, тут было в порядка 3-4 недели назад собрание жильцов, инициированное городом. Город владеет 20% площадей в этом здании. И он предложил, ну вот у нас же выявлен объект культуры наследия, значит, обязанность собственников его поддерживать в надлежащем состоянии. Готовы вы скинутся? Жильцы просто отказались голосовать, потому что увидели в этом определенное лукавство. Если они даже выскажутся против, потом, когда дом, не дай бог, рухнет, им скажут, скажите, вы в протоколе подписали, что вы против ремонта, вы сами себя и подставили. Люди отказались. Сейчас их должны будут по всей формальности запихнуть в программу капитального ремонта. Но мы же с вами понимаем, что капитальный ремонт многокваративного дома и реставрационные работы по объекту исторического наследия, это вообще-то разные вещи. И взносов фонд капитального ремонта на реставрацию их не хватит. Не хватит ни в Кирове, ни в Ярославле, ни в других городах, где такая ситуация возникает. Люди сегодня расплачиваются за великое счастье жить в историческом доме. Мы будем настоятельно требовать от Департамента культуры Кировской области все же по этим двум домам провести необходимое изыскание, определить, являются объектами или нет. А если они являются, ну, давайте тогда заниматься государственной охраной, расселять жильцов и делать там дома-музеи тех знаменитых и великих людей, которые в этих домах, наверное, проживали. Мы даже на эту тему немножко поспорили с Антоном Касановым, потому что он как крывет, вот он придерживается... Действительно, дома представляют некую там архитектурную ценность. Я согласен. Просто когда стоит вопрос между архитектурной ценностью и жизнями, судьбами людей, которые в этих домах проживают, вот я думаю, должен быть какой-то путь посередине. Давайте мы их тогда сохраним. Дома сохраним? Дома сохраним. Передадим, не знаю, в концессию предпринимателям, которые их восстановят от центра города Кирова. А людей расселим. Потому что жить в музеях недопустимо. Но еще более недопустимо жить в подвешенном состоянии между небом и землей, между аварийностью и историко-культурной ценностью. А тем, кто считает, что это нормальные условия, предлагаю самим пожить в этих исторических домах. Я думаю, очень быстро расхочется. Вообще, мировая практика, если объект является объектом наследия, в нем не живут люди, как правило. Он используется под какие-то социальные, культурные, предпринимательские нужды. Эти люди, которые живут на Ленин-41, они не могут за свои деньги оплачивать даже его текущий ремонт. Кроме того, давайте вспомним. Там была обязанность при приватизации. То есть собственник обязан передать объект приватизированный в нормальном состоянии, в исправном. В эти дома со времен Октябрьской революции никто не вкладывал ни копейки. Они так стояли и развались, и ветшали. Теперь требовать людей, чтобы они за свои деньги все это восстановили, но это, мягко говоря, за рамками добра и зла. Ты серьезно считаешь, что есть перспективы у этих людей переселиться оттуда? Перспективы есть, но мы сталкиваемся с этой ситуацией в других регионах. Мы обсуждали это недавно с коллегами, тоже недели три назад на селекторе. И на настоящий момент могу точно сказать, что готовятся поправки в нормативку для того, чтобы изменить сам статус этих домов, вывести их за рамки капремонта, четко определить последовательность действий по ним для того, чтобы люди не страдали. То есть занимается этим Центром народной экспертизы, это наша такая серьезная дружественная организация. Потому что в Кирове таких домов немного. Но представьте, Ярославль, Ниженовка, где весь Центр такой, они все объекты наследия, и они все в ужасном аварийном состоянии. То есть изменение нормативной базы по этим домам могло бы быть решением и для людей, и для домов. Понятно. Близится 1 сентября. Между тем, буквально на днях прошла информация, что активисты Общероссийского народного фронта выявили три торговые точки, которые сигареты продают непосредственно с близости к образовательному учреждению. Но, наверное, несложно было выявить, хотя кто его знает. В прокуратуру вы направили обращение. Вот вопрос. Успеет ли прокуратура отреагировать до 1 сентября? Успеет. У нас достаточно, скажем так, хорошее рабочее взаимодействие с прокуратурой, тем более вопрос 1 сентября. Сами понимаете, сейчас все занимаются 1 сентября. Точки, на самом деле, известны. Вопрос, почему они раньше не попали во внимание. Самое главное, что, наверное, известны и органам соответствующим. Разве нет? Ну, мы все ходим по этим улицам. Всем доступны публичные кадастровые карты, где есть четко определенные границы земельных участков. Не сложно, наложив публичку на Яндекс.Карты, просто померить расстояние от границ земельного участка предназначенного для ведения образовательной деятельности доллара, который торгует сигаретами. Все делается просто. Там, выехать, сделать контрольную закупку. Мы, конечно, сделали видео, там, все мы засняли для того, чтобы была полная доказательная база. Вопрос ведь, опять же, как и по многим другим вещам, которые мы сегодня обсуждаем, есть нормативная база, есть законодательная база. Все есть. Ничего придумывать не надо. Надо только работать. Ну... Так. Почему работает УНФ, не работает ОМВД, прокуратура и так далее? Не знаю. Причем штрафы... Потому что у нас заедительная система, нет? Не исключаю, что да. Потому что мы энное количество времени назад общались по двум темам с достаточно серьезной правоохранительной структурой. Они были нам очень благодарны. Говорят, что, вы знаете, вы первые нам принесли материалы со всей доказательной базой, со всей фактурой. Потому что обычно нам вот звонят, как бы, и там концов не найдя. А вы тут прямо все принесли. Ну, мы тут тоже им принесли на блюдечки, но считаем, что их работ штраф немалый. Юрлицо может понести наказание там 30-40 тысяч рублей. Это в первый раз, а в второй раз его закроют. Слушайте, ну это хорошие деньги. Это не 300 рублей за негорящие фары, в конце концов. Почему бы не заниматься этим? Фуфыриками занимаются, занимаются. А сигареты у нас чего? Причем, вот давайте так, правила игры, они должны быть одинаковыми для всех. Вот если у нас магазин одной крупной торговой сети, находящейся напротив музыкальной школы в районе кинотеатра, смены обязали отказаться от продажи сигарет. Почему в 500 метрах от него ларек, там, торгующий, никто не обязывает? А что это? Это что у нас, выборочность такая в реализации? Почему? Сказать? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Магазины все известны. Там для того, чтобы замерить там это расстояние, там, великих трудностей не надо. Не надо бегать с линейкой. Законом четко определено, откуда мерить, как мерить, по прямой, там, от крайней точки, там, земельного участка. Не знаю. Нет ответа, почему я не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, вот вы когда ходите в свои рейды, вы ходите самостоятельно или с привлечением ОМВД, с привлечением представителей ТИР-управлений? Поверьте, мы не хотим превращать наше мероприятие вот в... Как это сказать-то? То есть эффективнее работать самостоятельно? Ну, конечно. Понимаете, там начнется согласование маршрутов, даты. Вот мы там договариваемся, мы идем туда-то, там, за день до этого. Я просто хочу выяснить, в чем проблема-то. Проблема-то, получается, в бюрократии все-таки? Долгие согласования? Да просто в незаинтересованности. Вот, понимаете, там, законом об охране граждан, среди этого действия табака, там, предусмотрены полномочия органов. Федеральных, местных, полномочия. Незаинтересованность. А употреблять предусмотренные права и обязанности. Как может быть органов незаинтересованности? Они стоят на службе, на защите интересов общества. У них нет обязанностей, у них есть полномочия, которые они могут или не могут там реализовывать. Они всегда найдут, там, у нас личного состава мало, мы еще личного состав сократили, некогда нам этим заниматься. Помогли нам? Спасибо огромное. Сколько нужно будет открыть еще российских народных фронтов или еще чего-то? Да мы сами справимся. Сколько фронтов нужно открыть? Мы одновременно по всем регионам с этой темой вышли и во всех регионах нашлись нарушения. Во всех. Сейчас приверемся на короткую рекламу. Напоминаю, что у нас в студии Роман Титов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Агропромышленный холдинг Дороничи. «Особое мнение» на 101FM. Провожается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и «Своё особое мнение». Я сегодня высказываю член регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Ну вот, кстати говоря, ты начал в перерыве ярмарки на Комсомольской, а я и продолжу. Вот так вот. Да, все уже высказались, все. И во всех СМИ, и у нас в студии все стороны по полной программе целые эфиры отработали, и предприниматели, и защитники, и администрация, и Андрей Николаевич Вавилов, бизнес-омбудсмен. А что-то вот как-то я не слышу, чтобы Общероссийский народный фронт тут как-то ярко высказывался. Или к вам не обращались ни с какой стороны? Ну, прежде всего, от предпринимателей. Или почему? Или слишком многие люди уже этим занимаются, и пусть их... Не то, чтобы мы не высказывались на этот счет, но еще не успев высказаться. Мы уже плюху получили от Валерия Николаевича Турула, когда он там озвучил информацию, что вот и мы, и Вавилов, ему никак не помогаем. К тому времени у нас как раз зрел и шел к нам уже ответ из городской администрации. Да, к нам были обращения, мы обратились в городадминистрацию с тем, чтобы ситуацию выяснить. Мы выступили с предложением как раз предоставить альтернативные торговые места, и темой этой занимается Андрей Вавилов, потому что помимо того, что он бизнес-омбудсмен, он еще член регионального штаба, он курирует у нас рабочую группу «Честная, эффективная экономика». А, ну все, тогда да. Он этой историей занимается. Буквально сегодня он к нам в офис забегал, мы с ним переговорили по текущей ситуации, проговорили, что и как, поэтому Вавилов наш человек, имейте в виду, он от нас этой историей занимается и как бизнес-омбудсмен, и как член регионального штаба ОНФ. Ну, теперь будем знать, что Вавилов человек ОНФ. Хорошо, ясно. То есть все, что он говорит, можно сказать, поддержано ОНФ, да? Да, то есть мы считаем, на самом деле, если уйти в сторону вообще от самой сути и выйти на некий метафизический уровень, опять беспокоит сама логика и последовательность событий. То есть мы вначале начинаем принимать некие действия, это я говорю про органы власти, потом, получив негативный общественный резонанс, мы начинаем как-то отрезать планы, схемы какие-то, советы рисовать. Вот мне кажется, надо уже после первой ситуации, после второй, после третьей, после этих общественных слушаний, после центрального рынка, слушайте, ну давайте мы этот кафтанчик наизнанку вывернем и будем как-то его по-другому одевать. Давайте мы вначале будем с людьми работать, объяснять им, что они получат, куда, а не... Давайте-ка мы снесем, а потом будем ситуативно реагировать, там, схемы показывать какие-то на координационных советах. Да, кстати, вот между прочим, насчет схемы я должна нашим слушателям сказать, потому что вот в ту пятницу, когда к нам приходили представители администрации, сразу после бизнесменов с рынка на Комсомольской, они нам обещали в эфире, что будет выложена незамедлительно, буквально там к следующей среде, презентация этой парковки и этого сквера, прогулочной зоны, которая собирается строить. Ее, к сожалению, нам до сих пор не предоставили. Я подозреваю, что она в том виде, в котором была бы она понятна всем нашим жителям, вряд ли существует. И поэтому выкладывать просто планы территории, для строителей понятной, для нас нет, мы не стали. Вот ожидаем, когда чиновники смогут красиво изобразить. Это же должно быть вначале. Вы вначале красиво изобразите, объясните, что, куда, без всяких запросов. Потом проще будет с людьми разговаривать. А если чисто мое личное мнение хотите услышать, что я вообще против парковок, я за парки. Вот за скверы, за озеленение, закатывать все в асфальт. Ну, поверьте, я сам часто езжу в Москву, я сам оставляю машину. Теперь уже ставлю ее не на платные парковки в районе вокзала на бесплатные. Место у березки всегда есть. Ну, вот администрация, между прочим, если ты не в курсе, что касается этого места, обещалась не вырубить ни одного живого дерева. Это будет просто резьба по камню, я думаю, как там все сделать. Обещали, в эфире в нашем говорили. Хорошо, посмотрим, как будут складываться дела. Ну, что-то, знаешь, хочется мне перейти уже на темы все-таки не региональные, а больше федеральные. Они нас тоже касаются. Нельзя пройти мимо того, что происходило в предыдущий день, когда освободили одну знаменитую блондинку по УДО. И тут же парламентарии и депутаты озаботились о том, а как же нужно УДО сейчас условно-досрочное освобождение отрегулировать. И новость буквально сегодняшнего дня. Парламентарии предлагают пересмотреть условия досрочного освобождения осужденных. Но если в Совете Федерации хотят смягчить правила УДО, то есть, условно говорят, выпускать тех людей, которые там не убивали, не насиловали и так далее по УДО, свободнее и проще, то представители Государственной Думы, наоборот, говорят, что нужно УДО ужесточить. Такой придерживается позиции Сергея Мирона, в частности. Он выступил за ужесточение УДО и заявил о подготовке законопроекта об отмене право на условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупцию. Конкретно за коррупцию. А мы знаем, что Евгения Васильева, она как раз по этой статье практически за эти дела и сидела. Вот как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, как некоторые эксперты, что из экономических преступлений, если не нанесен тяжкий физический ущерб здоровью и жизни людей, и если погашена вся задолженность, так ее скажем, нужно отпускать по УДО? Или, если это коррупционер, человек при должности, воровал в каких-то объемах, нужно ужесточить и не выпускать? Я скажу свое частное мнение. Не от организации абсолютно. Мое мнение, что для коррупционеров нормативы, правила по УДО должны быть все же ужесточены. То есть, когда мы говорим об экономических преступлениях, при условии признания, разумеется, при условии возмещения ущерба, это одна ситуация. Зачем содержать тюрьмы? Зачем этих людей держать? Если они полностью все возместили к казне, гражданам и прочее, то, собственно говоря, УДО вполне себе нормальный вариант. Цель-то ведь добиться справедливости. Вот здесь она бы строжествовала. Но когда мы говорим о коррупции, когда суммы ущерба и денег, которые ушли на сторону, они могут быть колоссальными, о ком УДО можно тут вообще говорить. Я думаю, что... То есть тебе не понравилась история с освобождением Евгения Васильева? Я ее не понял, честно говоря. Тем более, сегодня социология свежая, которая была опубликована, порядка 70% россиян высказались против этого. Ну, действительно непонятно эту ситуацию. Этот рейтинг примерно негативный можно было предсказать заранее. Мне сложно судить о том, почему так или иначе все произошло. Но вот моя личная позиция... Я не оценил вот такого широкого жеста. Ну, а тогда я, как пример, приведу тебе дело Олега Березина, которого коррупционером назвать нельзя. Он не чиновник был, да? Не при должности. Но экономическое преступление по этому поводу он сейчас... Или нету экономического преступления. Или нету. Но он до сих пор, можно сказать, сидит. Потому что нет приговора, нет признания вины, соответственно, нету УДО. То есть мы же говорим с вами о вступивших в силу решения суда, о признании, соответственно, вины. И на основании этого там может быть там прошение об УДО. Если ведется там дело до сих пор в суде, никаких нет решений, поэтому о ком УДО мы можем говорить. Вот, к сожалению, так вот цинично, но абстрактно от этой ситуации. То есть закон таков? То есть там могут быть разные меры пресечения, но обусловлено досрочное освобождение в силу того, что еще не было заключения как такового там по приговору суда подстрашивания. Слушай, а может случиться такая ситуация, что если как раз ослабят ВОЖ по поводу экономических преступлений, этим можно будет манипулировать, вынуждая таким образом людей, которых там подозревают, расследуют, признавать свою вину. Признай свою вину, мы тебя по УДО отпустим. Ну, это такой аргумент, который имеет место быть, во всяком случае. Это практика, которая есть. То есть люди, которые понимают, что они попадают, могут попасть под УДО, а они могут вину признать и вот в ближайшую амнистию как-то так и войти. Останутся ли у нас таким образом люди несгибаемые, которые ни в коем случае не будут свою вину признавать? Практика пока что. Я думаю, есть такие люди. Вот уверен, что есть люди, которые ни за что не признаются, если они этого не совершали. Есть люди, которые могут признаться в том, что они не совершали, для того, чтобы выйти побыстрее, к сожалению. Последнее, о чем хотелось мне с тобой поговорить. Сейчас пытаюсь открыть эту новость, пока тебя буду излагать. Ну, по крайней мере, наши слушатели точно знакомы с ней. И православные активисты накануне в Петербурге совершили очередной акт. Так заключался в том, что они сковырнули со столетнего здания такой барельеф Мефистофеля. Причем, как излагают люди, знающие в Петербурге, очень много блогов по этому поводу написано, в частности, на сайте Эхо Москвы. Есть такой блог. Мефистофель был вылеплен в образе, в любом случае, слеплен с образа Шаляпина, который пел Мефистофель, как известно. Несколько лет назад напротив этого здания стали возводить православный храм. И под эту дудочку нынешние православные активисты сколупнули Мефистофеля, говоря о том, что он, понятное дело, оскорбляет чувства верующих. Как тебе нравится эта история? — Знаете, мне вспомнился разговор. Энное количество лет назад в Киров приезжал дьякон Андрей Кураев. И как-то немножко довелось побеседовать. Он сказал, знаете, русско-прославная церковь больше всего ущерба приносят бабушки, которые в церкви работают. Ты к ним обращаешься за каким-то советом, они тебя облавят. Вот эти люди отвратили от церкви намного большее количество, чем все враги церкви людей имеются в виду. Вот здесь такая же ситуация. Не в меру идти вы ревнители православия, как Дмитрий Антео недавно... — Да, а ты считаешь, кстати говоря, раз ты Антео вспомнил, ты считаешь, реакция русской православной церкви достаточная на этих людей? — Смотрите, есть внешняя реакция, а есть реакция внутренняя, о которой мы с вами никогда не узнаем. Я считаю, что вот, скажем так, меня порадовало, что в этот раз была такая реакция в духе ай-яй-яй, на самом деле. То есть она была умеренно жесткая, но раньше там... — С чьей стороны такая реакция была в духе ай-яй-яй? — Я видел официальные заявления, там, ряда иерархов, которые там высказались. Депутаты Государственной Думы тоже отреагировали жестко, там, считая, что... Слушайте, но если мы с вами начинали наш разговор с охраной культурных ценностей и прочего-прочего, вот закон один для всех. Это культурная ценность. Трогать это нельзя. — Очень хорошо, что ты сказал про закон. Вот Александр Кобринский, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, который прямо там присутствовал, он сказал, что в момент, когда тут же, конечно, петербуржцы стали звонить в полицию, полиция прибыла, и эти товарищи загружали, которые сколопнули Мефистофеля, сгружали его остатки в машину, полиция не предприняла никаких действий. Их не задержали, не стали расследовать, ничего делать. — Закон один для всех. — Ну, эту практику просто надо менять, конечно. То есть это неправильно, и если мы так будем дальше продолжать, то мы там дойдем до разрушения храмов. Имеется в виду там древних святынь, там всего прочего. Это нехорошо. То есть давайте там рушим памятник культуры. — А может возникнуть и обратное движение тоже. — Может и обратное. Не дай бог, конечно. — Да. Это было особое мнение Романа Титова, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Спасибо, что приходишь. Меня зовут Светлана Заньков. Всем до свидания. — До свидания. — Особое мнение на 101FM